МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате очередного обстрела Шибекина. Две женщины и трое мужчин получили множественные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все они госпитализированы. После новой атаки со стороны Украины в городе, по предварительным данным, выбиты окна, повреждены фасады и кровли в 13 многоэтажках, одном частном доме, административном здании, здании почты, трех социальных и коммерческом объектах. В двух многоквартирных домах перебиты газовые трубы. Осколками посечены 39 легковых автомобилей. В новой Таволжанке Шибекинского округа выбиты окна, посечены фасады и заборы в пяти частных домовладениях. Повреждены здания производственного предприятия и четыре автомобиля. А утром в Шибекине при взрыве мины «Колокольчик» пострадал еще один местный житель. Он подумал, что это осколок, поднял устройство с земли, чтобы выбросить подальше. Но боеприпас разорвался в воздухе. Белгородцы госпитализировали с осколочными ранениями лица, уха и руки. Семнадцать мусоровозов из двадцати девяти запланированных направили в Старый Оскол. В Белгородскую область доставили партию из шестидесяти четырех единиц спецмашин. До конца недели технику должны зарегистрировать и вывести на маршрут, и сообщил на оперативном совещании правительства заместитель губернатора Сергей Довгалюк. Еще девять мусоровозов с боковой загрузкой в область передал Росрезерв при поддержке Минпромторга России. В наш округ пока направили один такой автомобиль. Сейчас его ставят на учет в ГАИ. Напомним, ранее в Старый Оскол уже привозили новые мусоровозы, правда, они не подошли. В городах используют преимущественно технику с боковой загрузкой, а не задней. Новую технику получил и Белоблводоканал. Коммунальщикам передали 14 единиц спецтранспорта, 4 автоцистерны для подвоза воды и 10 вакуумных машин для откачки колодцев на канализационных или водопроводных сетях. В Старый Оскол отправят одну вакуумку и 2 автоцистерны для подвоза воды. Проектный офис президентского фонда культурных инициатив открыли в Старом Осколе. 4 тысячи заявок, 308 команд и гранты на общую сумму более 216 миллионов рублей. Таковы итоги участия Старооскольцев в конкурсах на получение поддержки из фонда за три года. Наш город в числе самых активных муниципалитетов области. Подробнее в репортаже Лилии Емельяновой. Белгородская область по количеству поддержанных грантов ЦФО уступает только Москве. А по общему числу поданных заявок занимает четвёртое место в стране. Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов выяснил причину. По его мнению, такая активность вызвана любовью жителей к своему региону и желанием сделать его ещё лучше. Люди, которые живут в Булгерновской области, настолько любят место, где они живут, что ищут все возможности для того, чтобы здесь остаться, работать и жить. И, конечно, те проекты, которые вы развиваете, которые поддерживаете здесь, они, конечно, связаны с креативной индустрией, с творчеством. Это именно то, что и заставляет людей оставаться в том месте, в котором они живут, потому что они могут заниматься любимым делом. И вот именно это, в конечном итоге, вот эта любовь к региону, она конвертировалась, получается, в это количество проектов. Это, конечно, потрясающе просто. Старый Оскол – один из самых активных муниципалитетов Белгородчины. Среди участников конкурсов президентского фонда культурных инициатив. Только в 2023 году старооскольцы подали 126 заявок и реализовали 9 проектов. Подчеркнул глава администрации округа Андрей Чесноков. Так, детская школа искусств номер 5 выиграла грант на сумму более 26 миллионов рублей. На проект 4-й межрегиональный форум классического искусства, посвященный 150-летию со дня рождения Рахманинова. Благодаря гранту воплощается идея литературного фестиваля «Новый Пушкин». Из фонда на это выделено более 2 миллионов. Реализовано множество других замыслов. Мы в последние два года, наверное, достаточно активно принимаем участие, потому что удалось в общей сумме порядка 65 миллионов рублей привлечь на старооскольскую территорию на поддержку проектов, людей, которые действительно болеют душой за свое дело. Право перерезать красную ленточку предоставили директору творческого объединения мастеров родное ремесло Елене Ислентьевой, руководителю Незнамовского ЦКР Анастасии Замараевой и замдиректора Центра культурного и социального развития «Партнер» Евгении Усовой. Именно эта некоммерческая организация помогает старооскольцам пройти один из самых сложных этапов участия в грантовых конкурсах – верно оформить заявку. Открытие офиса стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Центром «Партнеры» и Президентским фондом культурных инициатив. Наша задача как ресурсного центра и как проектного офиса – дать возможность заявителям подать на конкурс как можно более качественную заявку. То есть мы отрабатываем практически все разделы заявки с заявителями, чтобы они получили как можно больше баллов. В конечном итоге победили, смогли реализовать свою креативную идею. На торжественном открытии присутствовали представители некоммерческих организаций, которые уже одерживали победу в конкурсе культурных инициатив. Так Незнамовский ЦКР реализовал проект создания пикник-театра – сказки «Хвойного леса». Этот проект пришел в голову совершенно случайно. Мы видели, как дети интересуются сказками, как им нравится гулять в сосновом лесу нашей сельской территории. И решили, почему бы нам на основе легенд, сказок и истории села Незнамова не сделать такой замечательный проект, где было бы интересно семьям посмотреть кукольный спектакль со сказками нашей территории в формате пикника. Чтобы обратиться за помощью в проектный офис президентского фонда культурных инициатив, звоните по номеру 84725-460310 по будням с 11 утра до 5 часов дня. Лилия Емельянова, Евгения Левошко, Елизавета Очкасова, 9 канал. Как организовать работу детского волонтерского движения? На что обратить внимание, чтобы сплотить коллектив? И как в округе продолжают тимуровские традиции? Об этом шла речь на стратегической сессии Школы волонтерских технологий. Встреча с руководителями молодежных добровольческих организаций прошла в Центре дополнительного образования «Одаренность». Подробнее в нашем материале. С каждым годом волонтерское движение охватывает всё больше направлений. Сейчас работа добровольцев ощутима как никогда. От адресной помощи нуждающимися до реализации масштабных проектов. И всё это от чистого сердца. Стремительно развивается детское волонтерство. На базе образовательных учреждений Старого Оскола действует 78 отрядов. В них состоят более 2000 школьников. Координируют, помогают и вдохновляют их наставники. Их и пригласили на стратегическую сессию «Школа волонтерских технологий». Мы работаем с детьми. И главная наша цель – показать детям, что всё-таки в обществе такие понятия, как сострадание, человечность, милосердие, они ставятся на первый план. Детям это интересно. Волонтерство имеет несколько преимуществ. Во-первых, это деятельность, которая направлена на проблемы, которые существуют вокруг детей. Это проблемы бездомных животных, проблемы пожилых людей, проблемы экологии. То есть направления волонтерской деятельности самые разнообразные. Детское волонтерство – это прежде всего командная работа. Педагогам необходимо это усчитывать, напомнила замдиректора Центра психолого-педагогической помощи Марина Григорович. Первое, что мы рассказываем – возрастные особенности детей. Потому что подростки – это уже не дети, ещё не взрослые. Есть их специфические особенности, которые обязательно нужно учитывать, для того, чтобы это было общение бесконфликтное, комфортное, как для взрослого человека, который его проводит, так и для самих детей. То есть то, что касается, как предъявить требования, дать детям возможность проявить инициативу, дать выслушать точки зрения детей. То есть вот эти моменты обязательно нужно учитывать. Ну и здесь мы также говорим о закономерностях вообще жизни коллектива. Потому что волонтерский отряд – это коллектив. Очень важно сплотить вовремя коллектив, найти лидера, найти актив в коллективе, чтобы потом опираться на этих ребят. Очень важно дать возможность им также командой работать, научиться, решать самим, урегулировать конфликт, определять свои роли. На стратегической сессии обсудили работу муниципального проекта «Доброволец-волонтёр Тимуровец», который продолжает пионерские традиции в нашем округе. Во времена Советского Союза Тимуровское движение было одним из самых ярких проявлений добровольчества. Сегодняшние внуки и правнуки тимуровцев по количеству добрых дел им не уступают. Вот уже несколько лет подряд в нашем городе организуется и проводится муниципальный социально ориентированный проект «Доброволец-волонтёр Тимуровец». Почему Тимуровец? Потому что Тимуровское движение именно в Староскольском городском округе не прекращало свою деятельность никогда. Даже в те времена, когда по всей России детские общественные организации прекратили своё существование, у нас в Старомосколе на базе каждой школы действовала детская общественная организация и действовал тимуровский отряд, которые продолжали традиции пионеров. Они собирали макулатуру, собирали металлолом, помогали пожилым, чествовали ветеранов, поздравляли их с праздниками. В завершении для участников провели мини-экскурсию по экспозиции музея-выставки «История на ладони», в создании которой во многом содействовали волонтёры. Елизавета Очкасова, Александр Савин, 9 канал. Премьерным показом спектакля «Азорь здесь тихий» по повести Бориса Васильева открылась обновлённая сцена театра-студии «Аврора». Навыком актёрского мастерства молодёжь здесь обучают действующие артисты Староскольского театра для детей и молодёжи. Маму, сестру, братишку, всех из пулемёта уложили. Расстрел был? Расстрел. Семьи комсостава вывели и под пулемёт! «Мне эстонка спрятала в доме напротив, и я видела всё, всё. Сестрёнка последняя упала, специально добивали!» Пять совсем юных зенитчиц и старшина Восков. Повесть Бориса Васильева о женских судьбах во время войны уже не раз экранизирована. На многих сценах страны и сегодня идут спектакли «Азори здесь тихие». Постановка была и в репертуаре Староскольского театра. 20 лет назад её ставил режиссёр Виктор Оршанский. Теперь история о пяти зенитчицах ожила в студии «Аврора». Помогите! Спасите! Помогите! Спасите! Помогите! Лизу Бричкину в спектакле играет 14-летняя Софья Васютина. В будущем она планирует продолжить обучение актёрскому мастерству, но уже в театральном вузе. Роль, признаётся девушка, далась сложно. Передать характер героине помогло проживание её чувств и эмоций. Лиза, она влюблена в Воскова, и она пытается как можно больше ему уделять внимания, времени, и под конец она тонет в болоте. И это меня, наверное, больше всего цепляет, что у неё такая смерть душесчепляющая. Горькая участь юных зенитчиц не оставила равнодушными первых зрителей. Да мурашек, просто игра актёров. Я вот сидела, не могла оторваться. И смеялись, и плакали, уже успели. И захотелось и перечитать, и вспомнить ещё раз. То есть эмоции у нас разбудили. В спектакле задействованы 12 актёров старшей группы студийцев. Самой юной актрисе всего 13. Но ребята по-взрослому подошли к серьёзной теме войны, признаётся режиссёр спектакля Марина Карцева. Ведущая актриса Староскольского театра. Несмотря на продолжительность постановки, два часа с антрактом в студии её называют эскизом. Я надеюсь, и будем прилагать все силы, чтобы это когда-нибудь, может быть, переросло в спектакль. Чтобы он окреп, встал на ноги. Хотелось бы ещё вот этот вот наш наброс, который мы слегка прочертили, договорились о каких-то красках, которые мы будем в нашей палитре использовать, которые мы не будем брать, о каких-то психологических характерах, чтобы это всё углублялось, чтобы это росло, чтобы крепло, чтобы они чувствовали себя уверенно, легко. Премьерный спектакль стал первым в обновлённом театральном пространстве студии «Аврора» с полноценным зрительным залом, сценой и гримеркой. Анастасия Проурзина, Лилия Емельянова, Евгения Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Рыба – источник белка и способ продлить жизнь. Витамины и микроэлементы, которыми она богата, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. А ещё рыба – это не только полезно, но и очень вкусно. Вообще рыба вся полезная, мне кажется. А тем более морская. Ну, хочется бутербродик с рыбочкой попить. Вот и балуем себе. На ярмарке «Икра и рыба Камчатская» всегда можно найти разнообразие морских деликатесов. Холодного и горячего копчения и слабой засолки. Королевский лосось, масляная рыба, тунец, палтус, горбуша, омуль, кижуч, рыба-меч. Нам очень нравится эта рыба. Свежая. Ну, нравится. Палтус. Рыба полезная. Омега-3. Излюбленный в нашей стране деликатес – красная икра. В ней много питательных веществ, которые влияют на важные процессы в организме. А благодаря богатому составу икра поддерживает здоровье сердца, глаз и костей. Я каждый раз приезжаю, как только приезжает икра. Я так благодарна Камчатке. В общем, раз попробовали мы, и уже не можем остановиться. Приобрести дальновосточные рыбные лакомства можно до 19 октября включительно во дворце спорта Аркада. В студии Елизавета Очкасова. Здравствуйте. Осень наступила и в южных регионах России. В Крыму и Краснодарском крае прошли ливни, грозы. Температура воздуха поползла вниз. В Старомосколе столбики термометра стремятся к нулю. Днем 17 октября синоптики обещают плюс 7-8, а ночью всего 5-6 градусов. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы 755-756 миллиметров тутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова